Свято-Екатерининский кафедральный собор Краснодара на несколько дней стал местом, куда устремились православные паломники со всего региона. Сюда из Севастополя был доставлен ковчег с частью мощей святителя Луки Крымского. О почитании святителя, исповедника и врача рассказывают наши коллеги из Екатеринодарской епархии. Ковчег с тесницей святого для поклонения в главный храм Кубани доставили из Севастопольского мужского монастыря преподобного Паэтия Величковского, где святыня хранится около пяти лет. В ларце частица правой руки, той, которой при жизни святой совершал крестное знамение и гениальные операции. В свое время мощи были преподнесены Паэтиевскому монастырю ныне покойным блошеннейшим митрополитом Владимиром. В течение всей недели, каждый день после службы, в соборе перед мощами совершали молебен с акафистом. Ковчег со святыней периодически выезжает за пределы своей обители. В Краснодар мощи доставили впервые. Посетили уже много и городов, и стран. Были за границей. Германия, Швейцария, Греция, Кипр. И везде были интересные случаи, даже были случаи исцеления, о чем нам пишут и в письмах, и подтверждаются. И в отчетах, которые предоставляют митрополиты, приглашающие стороны, отсылают в Киев на имя блаженнейшего митрополита, где рассказывают о тех чудесах, которые происходили у мощи святителя Луки. Святитель Лука, человек святой жизни и гениальный хирург, снискал народную любовь и почитание практически сразу после канонизации. В каждом храме есть его образ. В Кафедральном соборе также имеется его писаная икона с частичкой мощей. О людском почитании свидетельствуют украшения, оставленные верующими после получения чудотворной помощи, и кипа записочек, всунутых в отверстия киота. В ковчеге, который привезли в Краснодар для поклонения, хранится не только десница, но и часть облачения святого. Это аммофор святителя Луки, который он носил на своих плечах, когда совершал божественную литургию. Нам эта святыня досталась из Тамбова. Открыли музей и нам подарили часть его облачения, которое теперь тоже у нас хранится. Каждый день в течение недельного пребывания святыни в Краснодаре в собор переходили верующие. После Кубани десница крымского епископа продолжит путешествие по Северному Кавказу. Из Краснодара ковчег с мощами святителя будет доставлен в Ростов-на-Дону и в Ставрополь.